В Подмосковье установилась довольно жаркая погода. Столбики термометров то и дело преодолевают отметку в 30 градусов. Многие люди жалуются на плохое самочувствие. О том, как пережить жару, мы решили поинтересоваться у заведующей амбулатории поселка Развилка. Врача-терапевта Айслура Ашитовны Каримовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно, для начала хотела бы спросить вообще, скажите, пожалуйста, с какими жалобами вообще чаще всего к вам приходят пациенты в жаркую погоду? На что жалуются? Ну, в жаркую погоду, во-первых, плохо переносит люди и молодые, и пожилые. Большая часть жалоб относится к усталости, потливости, сердцебиению. У некоторых и рвота бывает, тошнота, повышенное давление. Жалоб достаточно много. А людям с какими заболеваниями нужно быть особенно бдительными, когда наступает вот такая жаркая погода? Ну, особенно бдительные должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями хроническими. Это как гипертония, как стенокардия, люди, перенесшие инфаркт миокарда. Но, в принципе, вообще все пациенты, которые страдают хроническими заболеваниями. Так как в жаркую погоду у нас в организме происходят определенные изменения. Что вы могли бы порекомендовать как людям, у которых есть какие-то хронические заболевания, как облегчить их состояние в жару? Так и просто обычным людям, которым просто некомфортно. В такую погоду желательно носить головной убор. Неважно, что панаму, кепочку, бандану. И чтобы желательно эти головные уборы были из натуральных тканей. Обязательно нужно питьевой режим соблюдать. В жаркую погоду не надо бежать и покупать сладкие, охлажденные напитки. Потому что эти напитки, кроме калорий, утоление жажды не дают никогда. Значит, желательно принимать воду. Обычную воду и не холодную. Если, допустим, на улице 30-32 градуса, до 3 литров жидкости люди, которые не страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, они могут себе это позволить пить. Не рекомендуется пить кофе, пиво, алкогольные напитки все. Они все отрицательно влияют вот в такую жаркую погоду на организм. Очень хорошо, кроме воды, именно теплый зеленый чай принимать. И во время жары лучше не принимать соленую пищу. Не принимать горячую, жирную пищу. Потому что когда организм перерабатывает жирную пищу, он очень много калорий тратит. И опять человек перегревается во время этого процесса. Ну, наверное, если человек занимается спортом, вот в этот период времени желательно, скажем так, заниматься, но менее интенсивнее. Снизить нагрузку. Снизить нагрузку нужно необходимо. Потом, у нас это касается нашей одежды также. Человек не должен носить синтетические вещи темного цвета. Вообще одежда не должна быть темного цвета. Такая одежда, она себе кумулирует тепло. И получается, человек перегревается. В связи с этим должен человек одеваться в натуральной ткани. Они должны быть свободные. Лен, хлопок. Лен, хлопок. Да, да, да. И желательно не носить никакие ремни, пояса, которые перетягивают. Все свободненько. Чтобы было все свободненько. Галстуки. Потому что это тоже нарушает, скажем так, кровообращение и движение человека. Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо, что уделили нам внимание, время. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас была заведующая амбулаторией поселка Развилка, врач-терапевт Айслу Рашидовна Каримова.